Здравствуйте, меня зовут Куглов Роман, я являюсь преподавателем в проекте Художник онлайн. Мы рады представить вам наш новый курс «Портреты маслом». В этом курсе мы с вами изобразим несколько портретов и будем работать с различными задачами, с различным освещением, и все портреты будут отличаться по степени сложности. Итак, что же нас ждет в этом курсе? Мы не сразу приступим к работе с материалом, а сначала у нас будет теоретический урок, посвященный черепам. Мы поговорим с вами о костной основе головы человека, поскольку она является очень важной и формообразующей. Это будет теоретический урок, и также мы с вами изобразим в трех поворотах конструктивно череп. Также мы с вами схематично в рисунке изобразим отдельно части лица, глаз, нос, рот и ухо, и поговорим о особенностях конструкции данных деталей, чтобы в дальнейшем уже непосредственно в практических работах с цветом нам с вами было проще моделировать их форму. Первым практическим уроком в материале у нас будет гипсовая маска. Здесь мы с вами уделим внимание передаче объема отдельных деталей, глаза, нос, губы, но посмотрим их как раз таки в связке. Работу выполним в технике гризаль. Далее мы с вами изобразим женский портрет и тоже сделаем его в технике гризаль, поскольку понимание тона является очень важным в живописи. Чтобы в дальнейшем нам было проще работать с цветом и моделировать форму, мы с вами выполним как раз это задание. Поговорим о развитии тона и о разнице наложения материала. В этом курсе мы с выполним достаточно длительную работу. Мужской портрет в три четверти на синем фоне. В этом портрете мы с вами поговорим о таких задачах, как композиция, построение, передача основных пропорций, движения и передача тональных и цветовых отношений. Также мы с вами разберем такие понятия, как тепло-холодность и влияние среды. Также мы с вами изобразим мужской портрет в профиль на красном фоне, где как раз поговорим уже о влиянии такой активной среды на кожу, как меняются оттенки, какие возникают дополнительные цвета. Изобразим женский портрет в три четверти и поговорим об особенностях построения головы при таком повороте. Также в этом курсе у нас будут и достаточно быстрые и тюдные работы, где главным образом у нас будет стоять задача на передачу освещения. В одной из таких работ мы с вами изобразим портрет пожилого человека, поговорим о ярком солнечном освещении, то есть о таких пленерных задачах и постараемся решить все тени через принципиально холодные оттенки, а света взять насыщенно и взять через теплые. Также мы с вами выполним этюд головы ребенка, поговорим об особенностях детской головы, как отличаются пропорции ребенка от пропорций головы взрослого человека. И в этом портрете мы с вами еще поработаем с контрсветом, то есть решим такую задачу, когда у нас большая часть лица находится в тени. И мы с вами выполним женский портрет с вечерним освещением, поговорим также об особенностях данного освещения. И данный портрет мы с вами будем вести не на белом холсте, а сделаем предварительную имприматуру. Посмотрим, как она помогает нам выдержать общий колорит и взять все отношения не к белому тону, а к заданной тональности. Курс получился достаточно интересным и информативным, разным по своим задачам, но, безусловно, тема портрета очень сложная, поэтому данный курс я рекомендую для тех, кто либо уверенно чувствует собственные силы, либо для тех, кто уже проходил портретные курсы, например, портреты в графике, либо портреты в других материалах, и хочет освоить данную тему в масляной живописи. Буду рад видеть вас всех на этом курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok